да то есть сначала фрукты потом дрова то есть ни того ни того не будет а что будет да и никому не говорить да да я понял понял хорошо спасибо у у нас футбольное поле есть тогда вон внизу пошли снимать тогда у нас рамичи уже есть ну что друзья очередное изменение егэ 2024 по математике все мы знаем с вами что нужно развивать массовый спорт также спорт высоких достижений а именно в частности даже футбол россии правильно ну чтобы был учет соответственно значит смотреть только что мне позвонили как будет проходить гену пока это такой проект мы договорились с вами что все самые вот инсайды новинки которых никто еще не знает я вам буду рассказывать на сверка ситуацию вам даются мячи футбольные вот такой 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 на смотреть у нас 8 ударов 8 ударов то есть один удар это вся первая часть и еще 7 ударов на вторую 13 номер 14 15 16 17 18 и 19 что вам нужно сделать я причем еще раз вы не занимались футболом также как и я то есть я не футболист то есть мы с вами будем в равных условиях я при вас попробую прорешать этот новый сложный вариант значит что мне только сказали да какие основные моменты как будет решаться вариант сначала вам выдадут какого-то оппонента да то есть это какой-то человек там из комиссии да неважно возможно даже имеющие навыки какие-то футбольные да то есть кто угодно может попасться абсолютно как бы на любой человек с уровнем или без уровня вы пробиваете ему эти восемь ударов соответственно вон ворота как все сделано ставят именно маленькие ворота рядом 2 я не знаю это как с циркулям дачу циркуль нельзя ну не одни ворота отка именно маленькие два вот так надо поставить типа а они объяснили так что чтобы по центру типа была третья штанга чтобы короче если пациенту чтобы между ног короче типа такие ну как бы обидные вещи человек как бы да который этот экзамен не пропускал не получал моральную травму то есть эта забота о вашем моральном состоянии то есть все знают что егэ это жесткий экзамен да сильно как бы треплет нервы да это была инициатива родителей дату сделать третью штангу чтобы ну вот между ног да как бы мячик не закатывался ворота значит смотрите так вы пробиваете но если забили то задача сразу считается вам засчитана на полный балл но не так просто всегда сразу забить до поэтому второе то то есть как бы это первая часть всего соревнования до 2 это вы встаете на ворота а этот же оппонент вам пробивает 8 ударов точно так же первый удар первая часть и потом все задачи 2 поэтому если вы например не забили в первой части вот по первой части номера один 12 то есть она как бы у вас не засчитана вся но потом когда вам ударили вы отбили то она засчитывается то есть у вас по сути две попытки на решение задач это кстати и имелось ввиду когда говорили что с этого года можно будет пересдавать имелось ввиду что как бы ну вы поняли да то есть ударил не забил потом отбил красавчик все поэтому поехали попробуем прорешать вот этот варианте как бы да сейчас прям как бы в лайве да ну ты посмотрим как бы сколько баллов я смогу набрать поехали ну вы все сами видели то есть это ты допускаешь какую-то жесть мелкую ошибку сначала до первая штанга потом тебе есть небольшой шанс ты идешь на апелляцию и вот это вот за которую голосовали вот это вот центральная штанга и все и 0 баллов эту задачу это очень суровый экзамен поехали дальше ну все сами видели эта задача сложная то есть стереометрия ну это не каждый может поэтому с первого раза у меня не получилось ну понятно экзамен новый без подготовки поэтому буду стараться решить ее когда буду стоять на воротах по-любому чего-нибудь затащил сейчас произошла классическая ситуация сожалению такое бывает на экзамене он покажи вратарь отбил мяч улетел вон туда туда доступа нет это уже вообще все далеко гора другие участки все что это значит мяча у вас этого нет это какой аналог это когда вы хотите решить задачу написать на бланке случайно чё-то не так написали просите дополнительные бланки а их полчаса вам несут все все это все бланк улетел все это жесть но вы поняли да это эксперт вроде бы ничего прочь это может но не заметил ошибку вас несколько раз просто просто вообще полный бред написали короче он не потянул проверить это все чисто даже не стал советоваться своими коллегами экспертной комиссии чисто вам задачу засчитал удар слабый такой еле катится короче вот эти кочки бум-бум-бум-бум все короче здесь и говорить нечего да планик это наша тема до аккуратненько четко в уголочек по низу да здесь любой эксперт бессилен все он смотрится здесь я даже не он даже смотрите он стоял даже вообще он не понял что произошло же вы применяете такие теорему все говорится он вообще даже не попытался тут там без вариантов то есть если вы четко по низу уголок в плане ки это работает но смотрите да тоже стандартная ситуация или даже нестандартная смыть ему заряжаем пушечку да пусть даже не в уголочек никуда мы действуем и там каким-то способом сто процента метод хороший плохой корень же есть прям пробиваем да и казалось бы да эксперт проверяющий уже вот он вам клещу свою мохнатую выставил типа уже как бы ну не хочет пропустить здесь ваше решение да но это настолько стопроцентный верняк что мячик все равно от эксперта отскакивает прям же есть на полный вал ворота здесь без вариантов это просто жесточайшая крестовина стандартная ошибка это когда вы решаете задачу в планиметре например одной теоремой какой-то жесточайшей которую знаете дон только вы оказывается ее нужно было доказывать и эксперт без доказательства и не принимает все то есть хорошая попытка ну просто конфетка но это к сожалению ноль баллов понимаете не обязательно планиметры или стереометры метод координат применили или девятнадцатой чуть-чуть не расписали решение вернякова и но делевочистительная ошибка ну вы понимаете но это просто ну или когда перепутал день экзамена так первый этап пройден у нас не забито буквально всего чуть-чуть несколько голов соответственно нужно сейчас будет что-то отбивать причем сложно знаете в чем я не могу перераспределить задачи то есть если условно первую часть я забил там да и она у меня уже есть то я все равно буду ее отбивать и не уж и уже неважно отобью ее или пропущу она у меня точно есть но вот если я допустим стереометрию не забил то когда именно удар стереометрии я на воротах стою мне нужно по-любому брать иначе 100 баллов не будет то есть понимаете прикол нельзя перераспределить типа все удары то есть каждый удар соответствует одной задаче и это проблема ну вот такая система такую систему не придумали но дело в том что я когда-то имел опыт ставить на воротах что-то пошло не тогда а как я буду ловить короче я сделал все что мог сложное как бы да то есть это вот эксперт хотел заруинить она воткнулась заруинить мою задачу не получилось так а что делать да блин как стоять теперь пофигу так и умели в стоять то есть это как вы понимаете должны понимать что чтобы не случилось на экзамене вообще любое любой какой-то инцидент форс-мажор да надо до конца вот я вот таких очках и буду до конца ловить вот эти вот удары понимаете жестко отскочил но я не видел я уже что-то где я здесь был но и казалось нога была а потом он ушел вверх я испугался что он поведет ворота он еще и пиздец но я не знаю что это это знаешь что это когда ушел домой и до результатов игра думал что ты неправильно сдвинуть первую часть все в бланк ответа неправильно а потом оказалось что правильно вот это вот я думаю да ты думал что все оказалось все круто я думаю что это вот это значит по-любому ну что друзья вот такой экзамен егэ по математике а точнее уже по спортивной математике ожидает нас в этом году как бы никто не знает поменяют они что-то или нет то есть пока это вот такой проект который хотят внедрить обязательно пишите комментарии ставьте лайки если вы хотите ну и скидывать естественно этот ролик друзьям этот инсайт если вы хотите чтобы вот это всей секретной же есть информации самой да я с вами делился в первую очередь все давайте обязательно комментарии лайки подписка на канал увидимся в следующих сказать роликах о новых изменениях российской системе образования всем пока